И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю последний ролик с нашими нагибаторскими звёздами. Именно-таки сегодня, я надеюсь, что именно-таки даже в этой каточке мы сейчас получим 2000 звёзд, и наконец-таки закончим с нашими челленджами, и на этом поставим именно-таки жирную точку с первым челленджем. Возможно-таки уже через некоторое время появятся у нас новые, но пока загадывать не будем. Ну а сегодня хотелось бы вообще, в принципе, поговорить, насколько тяжело было набивать звёзды именно-таки на данном аккаунте. Все же видели, наверное-таки, и смотрели, как я набивал именно-таки эти звёзды на своём основном аккаунте. Там уже 2000 звёзд было, если не ошибаюсь, где-то недели две, так три назад, и я решил набивать именно-таки звёзды на этом аккаунте. То, что касаемо именно-таки этого аккаунта, я могу сказать точно, что здесь данные звёзды были намного-таки тяжелее, намного-таки медленнее они шли, и вообще, в принципе, если рассказывать из положительных именно-таки моментов с этого аккаунта, то можно точно сказать, что здесь очень-таки сильно поднялось наше звание. Если судить по тому, насколько быстро раньше я прокачивал звание на данном аккаунте, то сейчас это было в разы, так, 10-15, может, даже 20 раз быстрее, чем это было раньше. Именно-таки я за, наверное, последние полгода поднял здесь только одно звание, а это звание именно-таки было поднято, когда мы набивали эти челленджи, когда набивали эти 2000 звёзд. Конечно же, мне надо сейчас не забывать, что мне надо занять топ-2, дабы получить три звезды и не обломаться, поэтому мы сейчас ещё попробуем как-нибудь быстренько понагибать, нежели просто взять и слить катку и играть ещё одну. Я, конечно же, не хочу этим делом заниматься. Ну и вообще, в принципе, с этими челленджами, наверное, хотелось бы сказать ещё одну очень-таки такую вещь, что реально до этих челленджей, когда я говорил, что большой фарм кристаллов с именно-таки набитиями звёзд реально можно сделать, то я могу, в принципе, подвести итог набития кристаллов на данном аккаунте. Если сложить все наши битвы и сколько вообще, в принципе, я потратил уже кристаллов на прокачки дронов, того же страйкера, покупку ещё какого-то вооружения, МПК и всё тому прочему, то могу сказать, что точно больше одного миллиона кристаллов за этот челлендж на данном аккаунте было заработано, и это является отличным показателем, при том, что с контейнеров мне, по сути, вообще ничего хорошего не падало, это значит, что все данные кристаллы были заработаны в простых матчмейкинговых боях, и это меня, конечно, не может не радовать. Всё же, моя теория подтвердилась, как я и планировал, то, что за набитие звёзд можно будет заработать около миллиона кристаллов, так оно, в принципе, и вышло, если бы это был бы мой основной аккаунт. На нём я, конечно, там заработал в разы больше, но об этом сегодня мы, конечно же, говорить не будем. Что же бы хотелось сказать дальше? Понятное дело, что я делал акцент на набитие этих звёзд, и в связи с тем, что наши звёзды подходят к концу, это уже последний аккаунт, это первый челлендж, вот, чисто точка, и всё, больше мы нигде ничего набивать не будем с вами. Это значит, что у нас и на стримах сейчас будет появляться форматные бои, ББПшные, которые мы играли вместе с вами, поэтому советую вам всем приходить, ну и, конечно, мы займёмся уже прокачкой именно таких аккаунтов, по которым были у нас сняты за последнее время парочку роликов, что касаемо именно таких бездоната, которые у нас капитан, что у нас аккаунт армии 4-й ворон, все эти аккаунты потихоньку начнут свою прокачечку, я думаю, что в скором времени тоже новые ролики по этим аккаунтам начнут появляться, ну а что касаемо данного аккаунта, то здесь я уже почти всем всё рассказал, здесь мы прокачаем бустер, попробуем сохранить данное звание, ну и, конечно же, сделать максимально большое количество М4 вооружения на маршале. Получится, не получится, узнаю вместе с вами, но сегодня я так чувствую, что мне придётся играть ещё одну катку, но очень-таки не хотелось, поэтому давайте 4 минуты до конца данного боя посвятим именно-таки нагибчику и посмотрим, вообще реально ли мне будет сейчас прямо-таки здесь всё это дело быстренько нагнуть, что касаемо резистов, в принципе, ну 50-50, может быть, стоило бы что-то поменять, но от грома у меня имеется, ладно, пусть будет такой рез, ну и надо постараться что-то здесь замутить, 8 киллов у меня имеется, до первого надо хотя бы 14, ну это значит, отрыв такой не совсем приятненький, ну давайте попробуем, давайте попробуем, я уверен, что шансы должны быть здесь, всё-таки я набалаболил много, а это значит, что особо за игрой я не следил, сейчас надо как-то немножечко постараться и попробовать занять эту топочку, понятное дело, что меня закинуло к легендам, и, к слову, это происходило со мной очень-таки часто на челленджах, но я заметил одну интереснейшую вещь, это когда вы пикаетесь без группы в соло, в простой именно-таки матчмейкинговый бой, то есть нажимаете не какой-то определенный режим, а просто нажимаете кнопочку в бой, то чаще всего, с вероятностью где-то процентов 80-90, вас будет закидывать к своим званиям, нежели к каким-то легендам, поэтому если вы игрок, который не имеет звания легенды, и вам постоянно бесит то, что вас подкидывает именно таким фулл прокачанным ребятам, М4, плюс у них, которые имеются еще и дроны, ну конечно, неприятно играть против таких, то я бы вам посоветовал играть бы без группы, если у вас группа не какая-то там жестко опасная, которая может выносить всех, и вы при этом будете тоже жестко нагибать, то советовал бы именно-таки играть в соло, нажимаете кнопочку в бой, пикаетесь, если попадаете к легендам, взяли, перепикнулись, там уже 100% вы попадете именно-таки в катку, где будут ваши звания, я почти в этом уверен на 100%. Так, у нас имеется 15 киллов, у второго уже 18, ну в принципе я потихонечку начинаю подтягиваться, хотя времени у меня остается мало, полторы минуты до конца, и не хотелось бы, конечно, все это дело перезаписывать, и хотелось бы здесь быстро как-то получить, получить, догнать, но я так смотрю, что шансов у меня, конечно, на это очень-таки мало, и давайте, 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 ну бывает, ну это ужасно, это ужасно, это печально, и похоже здесь уже неизбежно, еще одна катка, быстро меня фокусит, сливают, нагибают, ну и давайте, все же вот еще есть пару таких, аппетитных ребят, ну и даже их начинают добивать, и здесь похоже уже ничего у меня в этой катке не получится, хотя в принципе, можно было бы что-то предпринять, но я поздно, наверное, таки принялся за это дело, и не особо у меня это получилось, даже вот у меня такие моменты бывают, когда, ну реально, как бы, не такая сложная катка, ничего тут сверхъестественного не происходит, но на топ-2 даже я не тяну, хотя многие говорят, что ты же, ты же играешь, ты же киберкатлеты, ты же должен уметь играть, но, ребят, отнюдь не это решает в таких катках, бывают моменты, когда, ну тебе чисто в теории не везет, а если же и везет, то, например, кто-то добивает твои фраги, происходят какие-то нелепые такие вот моменты, и тебя просто обоцикивают, и ты не можешь ничего сделать в такой вот простецкой катке, как кажется, хотя, ну реально, но здесь не играет ни одного какого-то мега крутого игрока, который бы мог меня вот так просто спокойненько здесь нагнуть, ну и вот так вот я просто получаю одну звезду, поэтому давайте я сейчас остановлю запись, и как только я уже приближусь к нашей двухсоточке, и я подключусь, дальше мы еще откроем контейнеры, так что не переключайтесь. Ну и вот, наконец-таки, мы продолжаем, и я вот пикнулся тут в такую вот пустынечку, тут более-менее все у нас нормально произошло, вроде как я сейчас здесь эти три звезды свои долгожданные получу, и надеюсь, что все у нас в этом плане будет все супер топово, но я думаю, что уже здесь ничего мне не помешает, я наберу эти три звезды, но что касаемо таких вот эпик фейлов, то они в последнее время у меня встречаются очень-таки часто, я не знаю, с чем это связано, то ли я какой-то уже не скилловый нагибатор, который постоянно не может даже в такой простой каточке, как вот в той демке, забрать топ-2 и получить звезды, которые я должен был получить с одной катки, то ли еще какие-то у нас действия такие вот происходят, не знаю, с чем они в принципе связаны, хотя в принципе у меня здесь и аккаунт нормально прокачан, и ничего не должно было мне помешать, но вот такая вот ситуация произошла. Осталось у нас здесь полторы минуты до конца, наконец-таки я получу свой Хантер с Жигой. XT2, к слову, я считаю, что для меня вообще в принципе для такого челленджа это отличный успех, что я сумел именно таки на двух аккаунтах набить, хотя многие ребята там набивали и на трех, и на четырех, по этому поводу тоже хотелось бы узнать у вас, на скольких аккаунтах вы набили, набили ли вы вообще звезды, если набили, то где, сколько, чего и почему, как вам вообще данный ивент, понравился, не понравился, если не понравился, то чем он вам не понравился, напишите, я уверен, что будет ребята, которые недовольны тем, что это все дело проходит в матчмейкинге, то что матчмейкинг несправедлив, и вас бросает тоже не к своим званиям, если вы играете именно таки на средних званиях, то я в принципе могу, не могу, а соглашусь именно таки с данной темой, то что, ну, реально в матчмейкинге тяжеловато на средних званиях играется, что касаемо именно таки легенды и званий, приближенных к легенде, то здесь, наверное, таки дела обстоят немножечко таки попроще, и набивать эти звезды мне было, ну, средней сложностью, если именно таки сравнивать с легендой на легенде, так там вообще все просто было, просто пати, у тебя имеется максимальное вооружение, имеются дроны, спокойненько бьешь в свое удовольствие, то здесь было уже немножечко потяжелее, но если меня подкидывало именно таки к своим званиям, то там было все более-менее просто и стабильно именно таки, эти шесть звезд я закатку получал, ну, если у меня была премка, хотя, в принципе, на данном аккаунте где-то около 500, может, даже больше звезд было набито именно таки без премиум аккаунта, поэтому в этом плане не совсем все стабильно у нас было. Ну и вот, наконец-таки, долгожданные 2000 звезд я получаю, захожу, конечно же, в гараж, у нас имеется сейчас еще 10 контейнеров, которые мы вместе с вами откроем, давайте я посмотрю, где у нас вообще эта Хантера Жига, Жига у нас в ХТ имеется, давайте мы ее сразу одеем, ой, Хантер это был у нас, где у нас Жига, Жига М1 устанавливаем, и где у нас ХТшечка, вот здесь вот она, вот такая вот Хантера Жига появляется на моем мега нагибчике. Безусловно, я уверен, что если вы поддержите мою идею, то мы возьмем и прокачаем здесь и Жигу, и Хантер, сделаем здесь М4, все же я ни на каком аккаунте, даже на основе у меня нету Хантера М4, и там я не собираюсь его делать, но если вы пожелаете, если вы захотите, то на этом аккаунте мы возьмем и прокачаем его, ну, что касаемо Жиги, то здесь все понятно, я уже думаю, что на ближайших скидках, а может даже и без скидок, мы возьмем, прикупим данную Жигу, начнем прокачивать, прикупим компактный баллон, и начнем вообще, в принципе, нагибать на еще одном крутом вооружении, но, конечно, для начала хотелось бы докачать мой Страйкер, мою любимейшую пушку, поэтому пока мы этим заниматься не будем, но если вы поддерживаете, палец вверх, комментарий, и все отлично у нас в этом плане получается. Ну, а сейчас мы откроем десяточку контейнеров, посмотрим, что упадет там здесь на меганагибчике, что касаемо именно таки данного ивента, то за данный ивент, наверное, было набито, вернее, не набито, а открыто около, наверное, 30-40 контейнеров, и ничего там, кроме одного, наверное, свечения синего на Страйкер, хорошего мне не падало, поэтому будем надеяться, что, может быть, сегодня мне что-то годное дропнет, откроем, наверное, сначала 5 простых, потом еще пятерочку сразу сходу, ну, то есть по одному, а потом 5 сходу. Посмотрим, что упадет, давайте открывать, 125 мин, ничего удивительного, 125 ускорений, ну, с десятки, конечно, редко, когда что-то хорошее падает, еще 125 мин, давайте пятерку откроем, 3,5, 125 мин, о, ускорений, ДДшки, 50 батареек, и 5 голдов, ясно, понятно, я понял, принял, и даже сейчас десятки нам похожи, ну, еще 10 голдов уже есть, в принципе, и последний, 125 мин. Ну, вот такие вот у меня, в принципе, всегда стабильные контейнеры и были, я всегда вот так вот открывал, ничего хорошего не получал, и радовался, что я ничему не получил, хотя всегда хотелось получить, ну, хотя бы премиум аккаунт, который мне был жизненно необходим, но не падал, не падал, и сейчас тоже ничего годного у меня не дропнуло. Вот такой вот ролик получился, я надеюсь, что вам понравился, вы довольны данными челленджами, я доволен тем, что я сумел набить эти 4000 звезд, как планировал, так все и сделал, хотя, в принципе, еще, наверное, неделю назад я думал, что я не успею на этом аккаунте, все же времени оставалось не так много, времени вообще в целом у меня на игру было мало, но получилось, и это хорошо. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, у меня на этом все, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok